Радио Орфей 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 Или концерты Шопена. И, наверное, многие знают, что Шопен, это вот в отличие от расхожего мнения, что он очень много выступал как великий пианист, он был действительно великим пианистом, но выступал он очень мало. И хотя бы только потому, что в любой момент боялся того, что он будет, его игра будет прервана кашлем, кровавым кашлем, вечные салфетки, вечные платки, все в крови. И вот люди сидят вот так, как вы. Шопена нет, ждут. Его нет. Если прислушаться, можно услышать, почему нет, идет приступ. И вдруг на какой-то момент приступ прекращается, вот эта вот Шопен, эта тростинка бледная, кроме рук и волос вообще нет физического тела. Выскакивает и бросается играть. Мгновенный удар. Вот скажем, почему вот тот самый революционный этюд, да? Как он начинается, да? Алеш, извини, что я сейчас... На. А, вы слышите, что происходит, да? Вот буквально вдох, вдох, вдох и к до минору. И начинается... Заработало дыхание. Заработало дыхание. Покажи еще раз. Смотрите, вот вбрасывается в музыку. Нет секунды, потому что начнется кашель. Да, 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 да. И поэтому Шопен, как, кстати, и потом Пастернак, единственный после Пушкина в русской поэзии, который расширяет пространство. Даже когда оно кажется сужающимся. Просто мы поднимаемся на следующий уровень восприятия, и оттуда то, что казалось большим, кажется маленьким, а то, что казалось маленьким, кажется большим. И мне придется опять вспомнить о удивительную мысль гениального Николая Кузанского, великого философа, стоящего у портала Ренессанса. Абсолютный максимум и абсолютный минимум равны, потому что ни тот, ни другой нельзя не увеличить, не уменьшить. Так вот, и Пастернак, и Шопен, они ходят под одним небом. У меня есть такая теория, я не могу ее доказать научно, о том, что вот та огромная ноосфера, сфера духа, которая висит над нами, сфера человеческой духовности, она существует как бы для всех. Но вот аппарат для считывания, он у разных людей развит в разной степени. Вот представьте, что у одного открытие идет стопроцентное. То есть, таким образом, Пастернак общается непосредственно с Шопеном через это, условно говоря, облако. Амар Хайям общается с Петраркой через века, через религии, через эпохи. Бах общается с Эйнштейном и наоборот, через то же самое, вот какой-то через машинку, механизм считывания. Та же самая идея, алгоритм, потому что практически все искусство все время говорит об одном и том же. Пушкин никогда ни о чем не писал, кроме как о свободе. Шопен никогда ни о чем не писал, кроме как о свободе. Вся его музыка в освобождении. И вот сейчас давайте послушаем очень известное, одно из просто символов Шопена, произведений Фредерика Шопена, балладу «Соль минор», первую балладу. Ну, во-первых, мы настолько привыкли к тому, что Шопен писал баллады, что забываем, что баллада – это литературное произведение. И что, конечно же, это под влиянием гениального, равновеликого Пушкину, почти равновеликому Пушкину Адама Мицкевича. Но поскольку это все-таки литературный жанр, то Шопен, как музыкант, очень хорошо знает, что такое риторика. Мне понятно, что он безумно любил и понимал поэзию. Потому что, когда после его смерти на него откликнулся на смерть эту Циприан Норвид, это самый элитарный польский поэт XIX века. Настолько элитарный, что даже те, кто хорошо знает поэзию, и Стафа, и Тувима, и Словацкого, и Мицкевича, могут не знать Норвида. Но как только вы достанете, это махонько единственное, по-моему, 60-х годов издание, из советской издания Циприана Норвида, вы поймете. Во-первых, вы не поймете, в каком вы веке. Вам покажется, что вы сегодня, что это вот сегодняшняя поэзия. И вот Циприан Норвид реагирует на смерть Шопена. Вы почитайте его, Некролог, и вы поймете, что только конгениальные творцы в слове и в звуке так могли понимать все друг друга. Самое удивительное, что чем музыкальнее Шопен, тем больше он ритор, литератор. Вот обратите внимание, Алексей начинает играть вступление. Очень интересное вступление. Давай. Слушайте, сейчас я вас удивлю. Начало это прямая цитата из доминорной фантазии Моцарта. Алексей, сыграй начало, пожалуйста. А теперь слушайте начало баллады. Но самое удивительное в другом. Алексей продолжает играть, и вдруг появляется невероятная, невиданная пауза. Были только два композитора, у которых паузы самые красивые мелодии на свете. Это Моцарт и Шопен. Такой красоты музыки, как в шопеновских и моцартовских паузах, больше человечество еще не написало. 4 минуты 33 секунды Джона Кейджа, это уже детский лепет. Хотя, с другой стороны, это попытка показать, что пауза в музыке, это всегда больше, чем перерыв. И вообще никогда не перерыв. Это та музыка, которую уже нельзя огласить. Вот послушайте еще раз. Алексей, на мой взгляд, совершенно гениально играет эту паузу во вступлении. И вот дальше чудо риторики, чудо произношения. Когда поэт пользуется приемом повтора, он хочет сказать что-то очень важное, невероятное важное. Чуть ночь, мой демон тут, как тут. За прошлое моя расплата придут, и сердце мне сосут, воспоминания разврата. Когда раба мужских причуд, была я дурой бесноватой, и улицей был мой приют. Пройдет лишь несколько минут, и тьма наступит гробовая. Но прежде чем они придут, я жизнь свою, дойдя до края, как алабастровый сосут, перед тобою разбиваю. Вы слышите, что творится, да? Ут, втут, придут, сосут, сосут. Перед тобою разбиваю. Риторический повтор мотивов, звуков, безумная пастернаковская зависть музыке и умение эту зависть воплотить в равновеликие структуры. Слышите? Чуть ночь, чуть ночь. Мой демон тут, как тут. И вот это тут, как тут начинает стучать сердцем, мускулами, дверями, ветром, двоем. Слушайте, что делает Шопен, что делает Шопен, и что так хорошо понимает пастернак. Никто еще этого не делал, даже сам великий Моцарт. Хотя Шопен, это Моцарт через сто лет явно. Тоже знание о смерти, постоянная проблема дыхания, любая простуда ведет к смерти. И вот слушайте, как Шопен хочет нам внушить повторяющуюся рифмованную идею главной темы. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, я прошу прощения, я знаю, что здесь есть люди, у которых кровь и сердце обливается, когда я прерываю игру. Но, Алексей, вы понимаете, он сыграет эту музыку целиком. Мне очень важно сейчас, чтобы мы поняли, в какой точке отчета мы находимся, потому что все слышали эту музыку, все ее знают. Нет ничего проще, чем еще в который раз услышать и сравнить и сказать, что вот Ботвинов играет лучше, чем тот, кого я слышал вчера в записи, или хуже, чем тот, кого я слышал в прошлом году. Но это ведь совсем не главное. Главное сегодня в другом. Вы сейчас слышали, когда демон тут как тут? И когда ни один композитор, кроме Шопена, не посмел бы 18 раз повторить один и тот же мотив. А Шопен не просто смеет. Он окружает мотив каждый раз иными подсветками, иным контекстом. В первом случае демон тут как тут. Во втором расплата за прошлое. Воспоминания расплата. Приходят и сердце сосуд. Воспоминания разврата. Расплата за разврат. Сосуд и сосуд. Когда раба причуд. Сосуд оказывается причудой. Разврат оказывается тут как тут. Вот оно здесь. Вот я пытаюсь сравнить тот случай, когда речь идет о слове. И музыка, поднимающая это слово, уже на невысказанный уровень. Хочу обратить ваше внимание на самые удивительные места, которые нам предстоит. Вторая тема, которая противостоит идее повтора, потому что она-то как раз развивает чувство торжества, победы. Потому что дыхание восстановлено. Каждый раз Шопену нужно восстановить дыхание, чтобы жить дальше. Смотрите, слушайте. Слушайте, что происходит. Если в первой теме декларация тут как тут, повторов, то вторая сознательно избегает всякого повтора. Каждый раз Шопен находит новый выворот, новый вариант, новые движения для того, чтобы освободить мелодию и дать ей побег, дать ей движение, дать ей расцвет. Но обратите внимание, как страшно иногда звучит баллада в твоем любимом месте, где твое ноу-хау. Ну-ка покажи нам, пожалуйста, это место. Вот слушайте. Вот это вот место одной из самых уникальных музыки. Здесь слова становятся бессильны. Они падают, как перезревшие гроздья винограда. Вот. Играет музыка Вы слышите это безумие? Вот это то, что Пастернак называет «свой сон выписывал Шопен», когда происходит буквально состояние ухода в иную реальность, и когда звуки, которые только что собой слагали тему, превращаются в какое-то потустороннее ощущение. А вот это удивительное место после всего этого, после этого умирания. Помните, опять же, у Пастернака о Шопене «рождать рыдание, но не плакать». Не умирать, не умирать. Рождать рыдание, но не плакать. Вот это то, о чем мне говорил Юрий Ледерман. Отстранись от Моцарта, когда он умирает. Смотри на него со стороны. Вот я умираю, как Моцарт, но я не умираю. А я наблюдаю, как Моцарт умирает, и я должен пронаблюдать еще 200 раз вместе с публикой. Я не могу быть в этом теле. Вот, послушайте, вот только что произошел почти уход. И вдруг, вот что имеет в виду Пастернак, когда пишет «живое чудо, фольварков, парков, рощ, могил, свои чуды». Но кто бы мог подумать, что вот после этого страшного эпизода остановки сердечной деятельности вдруг начинается такая бравада, парковая музыка, тот самый потрясающий виртуоз Фредерик Шопен, равный Тальбергу, равный самому Ференцу Листу, вдруг неожиданно. А, вы слышите, я не знаю, что еще сказать, что еще почувствовать. Вот этот ужас, когда все останавливается. Я прошу тебя, Алексей, сыграть еще раз, потому что вот в этом истина. Все ерунда. Выключайте радио, выключайте телевизоры, пригасите свет, дойдите где-нибудь в старый круглый стол, сядьте в круг святой, а не распластайтесь перед этим страшным нарушением прав человека, который внесли в каждый дом, чтобы говорить «думай так, а не так». И вот, слушайте, здесь мы, здесь мы, иначе мы пропадем. Вот только это нам не даст пропасть. Еще раз покажи это, выход из этой тьмы, только в этом он есть. И вот перед тем, как я попрошу Алексея сыграть эту 10-минутную балладу, в которой живое чудо фольварков, парков, рощ, могил. Я прочту одно свое маленькое стихотворение, называется оно «Пианистки». Твой танец по клавишам, аббалетмейстер, шопен, так стремителен, ты не устала. Твой танец, где пальцы со звуками вместе, кружатся и мало огромного зала. Но слабая грусть проступает все ярче под занавес действия. Где же твой смех? Стеклянным бриллиантом отправился в ларчик, в среду украшений на внешний успех. А звуком довольно пространство рояля, с избытком довольно пространство души. И словно не пальцы твои танцевали, а мысли открылись в кромешной тиши. Баллада соль минор. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!